Между тем, в Астане идет подготовка к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она начнется уже сегодня и пройдет на высоком уровне с участием глав государств. О чем пойдет речь на этой встрече, расскажет Иван Тулинов. Он находится в столичном дворце независимости, где и состоится работа Совета. К тому же он с нами на прямой связи. Привет, Иван. Скажи, какую тему обсудят участники встречи сегодня? Да, приветствую, Алмаз. Через пару часов в этом зале Дворца независимости состоится сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Она пройдет на уровне глав государств. Я напомню, что в организацию вместе с Казахстаном входят Армения, Белоруссия, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Каждую из перечисленных стран представят главы государств. Единственное, по последней информации, от Армении на предстоящей встрече будет присутствовать исполняющий обязанности премьер-министра. Буквально несколько минут назад во Дворце независимости состоялось совместное заседание министров иностранных дел, глав оборонных ведомств и секретарей совбезов стран ОДКБ. Под председательство министра иностранных дел Казахстана Кайрата Абдрахманова стороны обменялись мнениями о выполнении решений предыдущих сессий Совета коллективной безопасности организации. Вместе с тем участники встречи, можно сказать, сверили часы по степени готовности тех документов, которые сегодня будут вынесены на рассмотрение глав государств. Среди них такие документы, которые связаны с совершенствованием кризисного реагирования ОДКБ, противодействием незаконной миграции, развитием скоординированной информационной политики и безопасности, ну и многие другие. Итак, сегодняшнее заседание на высшем уровне с участием глав государств. Это ключевое и завершающее событие в рамках председательства Казахстана в ОДКБ в текущем 2018 году. Во время сессии участникам встречи предстоит провести обмен мнениями по ключевым вопросам обеспечения региональной безопасности и по ряду актуальных международных тем. Также, как ожидается, будет подробно обсуждена антитеррористическая проблематика, ситуация в сирийском урегулировании, также ситуация в Афганистане, ну и многие другие критические темы, которые необходимо решать в настоящее время. Вместе с тем, сегодня будут подведены итоги проделанной за последние годы работы и намечены ориентиры для дальнейшего развития организации «Алмаз». Иван, а известно ли, что будет содержать совместный документ по итогам этой встречи? Да, насколько известно, вот в данной минуте к подписанию будет подготовлено около 20 совместных документов, в том числе политическая декларация, так называемый итоговый документ саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ. Вместе с тем, стороны подпишут заявление о скоординированных мерах в отношении участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций. Четыре международных договора также будут подписаны. Они предусматривают внедрение изменений в документы ОДКБ по вопросу представленности Армении в Совете, а также внесение изменений в соглашение о правовом статусе организации. Вместе с тем, сегодня будет обсуждаться также весьма важный вопрос о новом генеральном секретаре ОДКБ, представитель Армении Юрий Хачатуров, который занимал ранее этот пост, пост Генсек-организации. Он был освобожден от этой должности. Сейчас исполняющим обязанности Генсека является его заместитель Валерий Семеряков. И, как отмечают эксперты, рассматриваются три возможных варианта развития событий. Это временное исполнение обязанности генерального секретаря до мая 2020 года Семеряковым, либо избрание белорусского представителя на этот пост, поскольку после Армении по алфавиту идет Белоруссия. Ну и третий вариант, и к нему как раз и склоняется армянская сторона, это избрание до мая 2020 года все-таки армянского представителя. Но этот вопрос довольно чувствительный, поэтому решено, что он будет обсуждаться и решаться в закрытом режиме. Пока у меня вся информация. Алмаз, начало запланировано примерно на 4 часа дня. Ожидаем старта. Спасибо. На прямой связи был наш корреспондент Иван Тулинов.